Всем привет! Сегодняшнее видео посвящено антипокупкам. Я решила все-таки продолжать эту рубрику, тем более, что многие меня поддержали. Большое вам за это спасибо! Кроме того, я хочу напомнить, что у меня еще продолжается розыгрыш. До 26 апреля, получается, до завтрашнего дня, до 12 часов, еще есть возможность поучаствовать в розыгрыше. Там я разыгрываю сертификат, я оставлю ссылку на видео, в котором проходит розыгрыш. Поехали к антипокупкам. Информацию о новых релизах я беру на двух страницах в Инстаграм. Это Trend Mood 1 и Makeup World News. Когда вышло мое прошлое видео, уже тогда говорили про этот релиз, и уже были даже картинки, но не помню, были ли свотчи тогда. Это Melt Cosmetics, и у них выходит палетка. У некоторых, мне кажется, она уже появилась. Она называется 420 Palette. Поначалу мне казалось, что она будет в зеленой такой гамме, но потом мы все увидели свотчи, и она, конечно, желтая. То есть, это желтая палетка. Она похожа на их палетку, вот эту зеленую, которую так все любят, но которая тоже прославилась не очень хорошо. Меня Melt не привлекает из-за того, что так сложно купить их палетки, потому что их разбирают. Кроме того, они достаточно дорогие, и меня расстраивает, что здесь особенно нет зеленых. Я вижу здесь только один оливковый. Я хотела ту зеленую палетку, я помню, потом у них вышла тоже зелененькая, но более шиммерная. Я ее уже не хотела. В общем, не хочу я больше Melt, потому что несколько раз мне не удавалось купить ту зеленую палетку, и как-то так, не знаю, неприятно. Хотя, конечно, визуально она красивая, но она не представляет собой то, что пришло в голову мне, когда я первый раз увидела вот эту самую палетку. Также, когда вышло мое предыдущее видео, Brand House Labs уже объявила о том, что у них выйдут новые блески, и вот появились уже разные оттенки, блески и карандаши к ним, я так понимаю. Они, конечно, очень красивые. Я подозреваю, что они должны быть хорошие, но я так никогда не попробовала ничего от House Labs, хотя я очень ждала бренд от Lady Gaga, очень долго я его ждала. Еще до того, как я заманьячила, я уже думала, когда же Lady Gaga создаст свой бренд косметики. Ну и как-то так они печально, все начали очень слабо, мне кажется. Я очень расстроена. Я не знаю, может быть, все там намного лучше, но как-то я пока точно ничего не хочу от House Labs. Я все жду какую-нибудь нормальную палетку, потому что я вроде бы как хотела ту палетку, единственную, которая вышла у бренда, но потом так я и никогда ее не купила и передумала, и она, мне кажется, достаточно такой простой. Если бы было легко купить, пошел купил, легко, быстро заказал, я не знаю, там, на сдачу взял, то ладно, а так как-то нет. У Morphe выходят две новые палетки, девятки. Одна такая красноватенькая, другая в холодных серых, таких серо-коричневых тонах. И скучно мне как-то, зачем нам красная. Вообще-то я хотела, чтобы Morphe побольше делали таких небольших палеток, чтобы можно было почаще, наверное, их пробовать, покупать, потому что у меня есть одна большая палетка от Morphe, и пока я жду, чтобы они такое еще новенькое сделали. Ну, вот эти две, не знаю, они вообще мне не интересны, они совсем какие-то простые, может быть, там какие-то безумно красивые свотчи, но у Ofra выходит палетка. Не знаю, по картинке вообще неинтересная. Малюсенькие или филы в достаточно большой палетке. Они все, по-моему, шиммерные. По картинке я вижу, что все они шиммерные, еще тут какие-то помады. Я так понимаю, что это какие-то губные средства, то есть средства для губ, и непонятные цвета, больше не видны картинки. Если, конечно, к тому моменту, когда я выложу это видео, появится что-то, но мне кажется, что это единственное, что я тут нашла. В общем, палетка меня вообще никак не привлекает. Она просто как-то показана странно, непонятно, ничего не понятно. Мак продолжает, насколько я понимаю, коллекцию, посвященную Селени. Я до Мак не знала эту певицу, но потом я решила почитать, что же это за Селена. Это была такая певица, которую убили в 1995 году. Она была какая-то очень такая популярная, но я не знаю, я ее не знала, в общем, эту певицу. Ну, коллекция тут достаточно такая простая. Наверное, это она любила такие оттенки. В этой коллекции карандаш для губ, помада для губ, матовая помада для губ, жидкая, блеск для губ и палетка. Палетка нейтральных оттенков и один красный. Непонятно. Значит, 35 долларов стоит палетка. Я не знаю, если к нам ее привезут, сколько она будет стоить. Ну, в общем, мне эта коллекция никак не понятна. Если бы я знала эту певицу, может быть, мне бы хотелось купить это. Здесь есть свочи на помады. Они нейтральные, обычные, простые помады. Ну, и как бы, какие еще помады нужны? И тени, вот, ну, по свочам даже, они какие-то не очень, не знаю. Ну, они какие-то как будто бюджетные какие-то, не знаю. Ну, да, и хайлайтер темный. Темный какой-то хайлайтер. В общем, неинтересная коллекция. Да, тут выходит еще что-то от Glam Light, но я уже говорила, что я буду говорить о косметике, которую я знаю, где можно купить, где можно заказать, потому что какой смысл смотреть на косметику, которую сложно заказать или найти. Я вот не знаю, как заказать Glam Light и многие разные бренды. Я их вижу, но так как я знаю, что есть всякие проблемы с заказом, там, или какие-то слишком дорогие эти самые доставки, или до бесплатной доставки слишком дорого, я как-то не смотрю на это, потому что если хочется познакомиться с брендом, я не готова, например, сразу купить много от этого бренда, чтобы там добрать до бесплатной доставки. Хочется как-то потихонечку начать знакомство, а сайтов вот этих международной доставки, я не знаю, на каких есть, например, этот самый Glam Light. Ну, и это я просто решила сказать про бренды, которые я не знаю, где достать, хотя эта палетка, несмотря на то, что она выглядит, конечно, забавно, но она меня не привлекает. Бренд Pillui, вот этот бренд я знаю, его можно заказать из Британии в Россию, и стоит доставка 10 фунтов. Ну, в общем, если хочется, то можно заказать, но я так ни разу не заказала, потому что их знаменитая база стоит 10 фунтов, я решила 10 фунтов за базу, 10 фунтов за доставку, пока, в общем, я наоборот решила, что пока нет. У них тут выходит какая-то коллекция интересная, выглядит она очень интересная, она связана с едой. Набор тут из 4 палеток в виде коробочки для треугольного сэндвича. Не знаю, что внутри, не знаю, все такое светленькое, розовенькое, такие слабенькие оттенки, не знаю, что там будет внутри. Ну, база сюда входит, я, насколько понимаю, здесь еще... В общем, тут все выйдет в виде еды, коробочка с сэндвичами, это палетки, пакет с чипсами, это базы, я так понимаю, и еще стаканчик с латы, это что-то для бровей. В общем, не знаю, как они все это организуют, и что там, и какого цвета, ничего не понятно. База меня, конечно, интересует, но если бы ее можно было легко достать, эти наборы ни о чем мне не говорят. Их палетка, которая давно у них уже вышла, она, мне кажется, тоже какой-то не очень интересный. Я просто думала, что если заказать и палетку, например, и базу, и узнать, что это за потрясающая база, в общем, никогда у меня этой базы не было, хотя мне очень хотелось бы ее попробовать, но новый релиз мне попробовать не хочется. Бьюти Бейкери выпускает набор кистей, у которых задняя часть напоминает какие-то кухонные принадлежности, там шумовка, венчик, нет, шумовки нет, почему я говорю шумовка, венчик, нож, лопаточки всякие, не знаю, мне, честно говоря, не очень это нравится, кроме того, этот бренд достаточно дорогой, и он продается на Бьюти Бэй, но не все там есть, мне тут только писточка с венчиком, сама по себе кажется, интересная, все остальные, ничего такого, так что пропускаем этот момент, сколько оно будет стоить, неизвестно, но я подозреваю, что оно будет стоить недешево. У Лайм Краем выходят фетровые карандаши, маркеры для бровей, ну, меня маркеры для бровей вообще не интересуют, мне кажется, это будет вообще перебор, в моем случае, если я начну пользоваться маркерами для бровей, я не думаю, что фетровые маркеры для бровей сильно отличаются от бренда к бренду, что там такое может быть, может быть, стойкость, конечно, ну, и это достаточно скучный продукт, на мой взгляд, все-таки что-то яркое, всякие палетки, там, помадки, это еще интересно, а для бровей средства, что у них интересного, мне кажется, мы можем у нас тут много всего простого, бюджетного найти. У ВизиАрт, к той самой палетке, про которую я говорила в прошлый раз, которая называется Spritz Edit, у них выходят еще и средства для губ, в таком же ключе, таких же цветах, каких-то вот тыквенных, ну, они как бы красивые, наверное, но что у них такого, я не знаю, я никогда не слышала, чтобы у ВизиАрт были какие-то клевые продукты для губ, так что ничего у них такого не вижу, вообще меня лично средства для губ, в принципе, не особенно вдохновляют, да, иногда нужны они, иногда ведешься, а иногда думаешь, да и зачем, можно воспользоваться своими помадами. Палетка от бренда Sigma, я ничего, кстати, в прошлый раз не говорила, хотя тогда она уже вышла и уже есть разные картинки, вот на некоторых картинках она смотрится достаточно разнообразной, она не кажется просто теплой, просто какой-то красноватой, на некоторых она смотрится поинтереснее, да, есть вот оттенок Dark Knight, который такой фиолетовенький, оттенок Sun Sprite, такой кажется зеленоватенький, на других фотках смотрится все это очень просто и неинтересно, как-то, в общем, непонятно, я никогда не пробовала тени от Sigma, я хотела их палетку такую зеленоватенький, я оставлю здесь картинку, я не помню, как она называется, но в итоге так никогда ее не заказала, потом она периодически пропадала из наличия, и потом началась проблема с коронавирусом, и все, так я никогда ее не заказала, но это, может, она и миленькая, но достаточно скучные оттенки, мне кажется, хотя я не думаю, что она плохая, конечно, я ее не хочу ругать, я думаю, что у Sigma должны быть хорошие тени, у Colourpop две палетки, тут два таких наборчика, палетка, два средства для губ и румяна, еще одна палетка, два средства для губ и румяна, я вообще не люблю бренд Colourpop, ну, в смысле, он мне не подходит, и поэтому меня вообще не интересуют, любые их релизы, они, мне кажется, выходят раз в неделю, они меня совершенно не привлекают, кроме того, что мне не очень нравится, как их тени смотрятся на глазах, ну, то есть вообще не нравится, я еще подозреваю, что у них просто есть бесконечное количество вот этих однушек, которые они просто перекладывают из палетки в палетку, там, просто думают, сделаем палетку в розовых тонах, и раз туда положили розовые тени, сделаем в зеленых, раз положили зеленые, я не знаю, на самом деле, мне кажется, это как-то очень странно, я даже думаю, что я, наверное, релизы Colourpop не буду никак освещать, потому что, скорее всего, я просто, все, что выходит от Colourpop, я покупать не буду. У Makeup Revolution вышла вторая коллекция с блогершей Roxaurus, Roxaurus, второй раунд, они это называют, и тут палетка румян, и набор для губ, палетка румян, конечно, очень милая, на свой чех очень яркая, я не думаю, что она такая яркая, но палетка румян, да, это здорово, и они тут разнообразные, но она мне серьезно напоминает одну из палеток вот этих круглых, которые у них в постоянной коллекции, которые, у меня одна из них Hot Spice, там, в общем, ничего такого в ней я не вижу, и что касается продуктов для губ, ну, это обычно, еще тем более, целых три штуки, я как-то не особенно воспринимаю продукты для губ от Makeup Revolution, просто обычные какие-то оттенки, они холодные все, от нюдового достаточно яркого, но все равно они все холодные, красивые, но опять же, три, сразу три матовые помады, вообще вот эти палетки, которые они делают в коллаборации с блогерами, в последнее время, мне кажется, они все другую стали повторять, когда это все началось, это было здорово, потому что, действительно, блогеры только начали, и получалось, что новые идеи, а теперь это все как-то выглядит похоже, одно за другим, в предыдущем запуске, там кроме палетки теней, там еще и палетка для лица, где вроде бы как бронзеры, хайлайтеры, что-то такое, ну да, скульпторов там я вообще не вижу, конечно, все-таки палетка для румян, она поинтереснее выглядит, потому что, мне кажется, румяна более креативный такой продукт, все-таки бронзерами, разноцветными вы вряд ли измажете лицо, а вот румянами, я думаю, да, в общем, как-то маловато нового появилось, даже специально пошла на страницу Makeup Revolution, получается, не так много чего вышло, и я все это не хочу, и не знаю, может быть, вас что-то привлекло, может быть, я пропустила какой-нибудь релиз, но мне кажется, что тут все новенькое, я, кстати, ничего не говорила про румяна от Клиник, но они уже вышли еще тогда, мне кажется, еще до того, как я сделала то первое видео, я как-то пропустила, и думаю, что сейчас не особенно это актуально, они выглядят очень мило, поочередные румяна, к тому же, они очень сияющие, эти румяна, и мне кажется, что они очень светлые какие-то, фиолетовые, я тут только вижу один оттенок, который мне кажется, более-менее носибельным, это оттенок 12, Pink Pop, все остальное, какое-то такое, может быть, это хайлайтеры, на самом деле, они какие-то не румяна, они просто нам так говорят, на сегодня это все релизы, которые мы не хотим, я точно их не хочу и не буду покупать, тем более, знаете, еще что работает, когда я говорю, что я что-то не буду покупать или передумала покупать, я потом, даже если это захочу, не куплю, потому что мне стыдно, я же говорила, я думаю, что это очень хорошо работает, на этом все, не забывайте, что розыгрыш заканчивается уже завтра, вы можете принять в нем участие, еще до 12 часов завтрашнего дня, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, если вам понравилось это видео, ставьте дизлайки, если оно вам не понравилось, но подписывайтесь в любом случае, всем спасибо за внимание, пока!